Экономика эмоций. В последнее время именно они становятся главным фактором выбора туристами тех или иных мест. Поэтому важно создавать для путешественников все условия. Одно из них – возможность путешествовать по Великой Русской реке Волги. Сегодня в Чебоксарах представили судно на подводных крыльях «Валдай». В Рио главы Чуваши министры и журналисты стали первыми пассажирами, проплывшими по маршруту Чебоксары-Мариинский посад. «Валдай» – девятое по счету судно на подводных крыльях, которое выпустил завод «Красное Сормово». Оно вмещает 45 пассажиров между креслами, расстояние шире, чем в салоне самолета. Так что комфорт ощутимый. Судно в поле усовершенствованное, значит, хорошо себя чувствует на волне. По словам разработчиков, «Валдай» экономичен и экологичен. Энергетические установки позволяют расходовать мало топлива, а это, в свою очередь, сохранит экосистему Волги. Кроме того, у судна низкое волнообразование, что минимизирует размытие берегов. Максимальная скорость «Валдая» – 65 км в час. Конечно, оно не для перевозок на левый берег. В этом году, несмотря на позднее начало навигации, в Чебоксарах побывали 20,5 тысяч туристов из других городов. Судно может преодолеть до 500 км с полными баками. Сейчас в правительстве рассматривают возможность организовать в 2021 году маршруты до Марпосада, Козловки и Казани. Из Чебоксарского речного порта до шлюзов ГЭС судно добралось за 15 минут, а до Марпосада – меньше, чем за час. Правительство Чувашии изучает возможность приобретения «Валдая» в лизинг под 2% годовых с рассрочкой на 15 лет. Маринский посад в начале сентября победил в федеральном конкурсе проектов по созданию комфортной городской среды. Проект малого города назывался «Веков связующая нить». Убирайте мешки в подбал быстрее! Дайте дорогу дорогим гостям! А вы слышали, что сама матушка императрица к нам в гости пожаловала? Слышала я, что знатен ваш посад мастерами, что делает сундуки да бочки. Правда ли это? По проекту предполагается масштабная реконструкция городской набережной, строительство причальной стенки и реставрация объектов культурного наследия. 45 миллионов из 69 выделяет федеральный бюджет. Один из таких объектов – дом на набережной. Мы хотим этот дом превратить в общественное открытое место, где должно быть кафе, где должны быть пирожные самые известные по всей Волге. Дом площадью 400 квадратных метров находится в аварийном состоянии. Он уже давно не жилой. Туристы регулярно интересуются, когда его отреставрируют. Сама идея поддерживается, юридические вопросы надо решать, но надо найти инициатора, оператора, который реализует. Там понятно, здесь должен быть, я не знаю, там, либо это на самом деле такая мини-гостиница маленькая, сверху, с несколькими номерами, внизу, с такой вот камерой. И с таверной внизу. Да, да, с таверной. В этом году в Марпосаде по федеральной программе начнутся проектные работы, а в следующем начнется демонтаж дебаркадера и благоустройство пляжа. Предусмотрено желание всех жителей нашего города различного возраста, начиная от детей, малых детей, до преклонного возраста. То есть у нас будут тихие зоны для стариков, получается, зона активного отдыха для молодежи и также зона игровых площадок для детей. Подобное судно, как Валда, это долгожданная история для жителей, кто проживает на реке Волга. Это наше детство, это наши воспоминания. Ведь самое главное, я думаю, что вы со мной согласитесь, в туризме это эмоция. И вот эта эмоция, связанная с Волгой, с рекой, на которой выросли и наши родители, и мы, она связана как раз с ракетами, различными катерами. Согласно опросам, сейчас жители городов готовы путешествовать на небольшие расстояния и ненадолго. Выход в такой ситуации – туры выходного дня. Сегодня Марпасад готов предоставить им такую возможность, а также познакомиться с историей и культурой старинного волжского города. Мы хотим связать этой естественной артерией все наши прибрежные города – и Козловку, и Марпасад, и Чебоксары, и Левый берег – с тем, чтобы доступность и условия позволяли жителям города Чебоксары, Новочебоксарску, как минимум проводить свои выходные в таких замечательных местах. Правительство России активно разрабатывает нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». Сейчас необходимо актуализировать все существующие турмаршруты, проанализировать их и собрать в единый реестр. И чем проработаннее будут маршруты и предложения, тем больше возможностей получить федеральное финансирование на развитие туризма. Мы сегодня как раз попытались понять, какой потенциал в целом есть, скажем, у Марпасада, конкретно у Марпасада на сегодняшний день, история, глубина традиций, их наличие, возможность их каким-то образом в комплексе развить. Ну и, конечно же, здесь реализовать инфраструктурные решения. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика.